всем здрасте наверняка вы сталкивались с тем чтобы выбрать какие-то уникальные сущности и при помощи линкью запроса используя distinct ну или так называемый distinct который транзакт искали существует а в линкью он такой но немножечко запутанный да но и в общем то я хочу показать несколько вариантов на самом деле и даже не столько показать варианты сколько протестировать их производительность ну и в общем не будем затягивать давайте перейдем к коду и так что у меня есть у меня есть студент вы его видите и у студента есть страна ну вот вот такие вот страна мне есть данные которые я за хардкодер то и в общем то здесь видно что мне совпадение по возрасту и совпадение по странам и для того чтобы начать тестирование я установил нугит пакет который называется benchmark.net и в общем на его базе будем делать тестирование так первое что мне нужно сделать это создать допустим давайте так дискинкт distinct перфор манс и в общем первым делом не нужно сюда поставить атрибут который диагнозер мы ой мэмори диагнозер я хочу посмотреть сколько памяти выделяется для собственно грамм этих методов я все-таки написал неправильно действительно к ты на переименуем чтобы было покрасивше ну и в общем то что мне нужно сделать мне нужно сделать метод который будет не нужно сделать паблик метод который будет возвращать и давайте сделаем лист собственно грязь студентов гет ну давайте студент просто пока для начала простым способом и в общем здесь я сделаю первым делом return у меня есть data . get students и здесь в общем то можно использовать самый простой способ это группировать ну например по age и в общем сделать выборку select вот этого самого first в общем то так так или иначе они будут одинаковые и здесь делать ту лист ну а для того чтобы этот метод превратился в benchmarking здесь нужно в общем поставить атрибут benchmark и вот здесь давайте это удалим напишем benchmark runner run и в общем то мне называется distinct performance теперь осталось компилировать этот проект желательно конечно его от компилировать в релизе я уже объяснял почему лучше все-таки использовать не дебаг ну а вообще на самый правильный вариант это открыть в общем то где лежит этот проект зайти в релиз и вот здесь найти этот класс ну давайте вот так сделаю правой кнопкой открыть с терминалом и здесь я напишу dot нет и название сборки называется distinct дл в общем то нужно и запустить ну и как вы видите она завершилась время которое заняла это одну буквально и три десятых наносекунды это в общем то это очень мало по времени если не видно ну и в общем теперь нужно для сравнения накидать еще пару тройку методов чтобы сравнить как это работает а теперь давайте установим еще одну сборку который наверняка вы уже слышали и наверное даже пользовались называется на море link вот но здесь на самом деле очень много полезных фишечек в том числе и вот собственно этот самый distinct ну а теперь нужно в общем то скопировать метод нажать enter здесь написать давайте здесь напишем вот таким вот образом with group а здесь напишем давайте with либо и здесь есть специальное расширение которое называется distinct ну конечно же с точкой distinct by и можно выбрать какое собственно свойство мне нужно и чтобы было так же как и в предыдущем методе и ту лист конечно же и осталось только запустить но давайте на этот раз я запущу немножко по-другому вот такой вот вариант тоже в принципе работает здесь нужно выбрать опытный терминал и чтобы не переключаться на конфигурацию можно написать dot нет run c этот иначе configuration и написать рее лис и нажать enter дальше остается просто немножко подождать ну и в общем то им перед нами результаты но смотрите разница вообще огроменна да когда мы используем группировку очень долго когда используем библиотеку уже что-то на что-то похоже ну и соответственно памяти выделяется тоже намного меньше ну и еще один способ давайте это закроем ну и наконец покажу еще один метод на самом деле будет интересно какой из них работает давайте здесь напишем уитком пара здесь тоже поправим название и для компара я буду использовать то что реально встроена в линке ум есть такая штука дистинкт и здесь нужно указать нью кто там нас ст ю дэнт ком пара ну естественно его нужно создать давайте я воспользуюсь решарпером и в общем здесь нужно указать по каким свойствам я буду проверять пусть это будет эйдж да хочу и как вы видите она мне написала любезно предоставила всю нужную информацию тогда здесь нужно уже naming convention соблюдая написать что это не просто компарер ст ю дэнт эйдж компарер ну и теперь в общем то я могу вызывать эту штуку и должны мы снова увидеть результат давайте основу запущу в терминале потому что удобность в том что он запоминает команды я нажму просто enter снова подождем ну и в общем то осталось посмотреть что у нас по результатам в общем на самом деле ничего удивительного группировка работает естественно дольше естественно при этом живет немножко больше памяти и библиотека который поставил more link собственно говоря имеет другие плюсы внутри себя и может быть методы которые вы захотите использовать вам пригодятся ну а если ради одного метода distinct например вам не хочется стоять целую сборку пожалуйста вот такой вот вариант через компарер в общем то можно при помощи этого и другие компареры например нас нас кантри натянуть и внутри в общем будет все очень красиво и быстро в общем вот такой вот примерчик на этом наверно все пишите правильный код и до новых встреч а